Всем привет! Меня зовут Лада и я нумеролог. Наконец-то я решила выходить в более глубокий контент помимо шортов, помимо каких-то кратких умных фраз и кратких историй про кармические хвосты. Сегодня более глубоко пришла рассказать вам про кармический хвост 6, 5, 17. Здесь вы видите классические изображения из Теро Райдера Уэйта. А мне сегодня еще будет помогать колода Светлого Провидца. Абсолютно крутые карты, применимые практически ко всем вопросам вашей и нашей общей жизни. Итак, для начала мы начнем с вами конкретно с каждого аркана. 6 в минусе это всегда какой-то выбор, это всегда какая-то недолюбовь к себе, неуверенность в себе, в зависимости от чужого мнения, зацикленность на своем внешнем виде, иногда выпрашивание внимания, выпрашивание этой самой же любви. Также она может совсем в минусе приводить к одиночеству, к неумению общаться и к полной закрытости человека. Иерофанты. Иерофанты это опять про неуверенность в себе, это какой-то синдром самозванца, с другой стороны это может быть гордыня из-за какой-то исключительности в себе. Иерофанты часто думают, что они намного лучше в чем-то, чем другие. Это навязывание своего мнения, это поучительство, это всегда я знаю как лучше и я тебе покажу, делай как я. Звезда. Что положено делать звезде? Правильно, ей положено светить. Но что делает звезда в минусе? Она тускнеет. Это серые мышки, это люди, которые думают, что у них абсолютно нет никакого таланта. Хотя секрет, талант есть вообще у каждого человека, просто у каждого человека он свой. Звездочки не умеют доводить дела до конца, они не умеют выбрать, остановиться, определиться на каком-то одном деле. Они начинают, они сталкиваются с трудностями. Все мы, когда, женщины, вы когда первый раз с тестом работали, но не с первого же раза получилось, вы же не бросили. Пирожки-то все равно вкусные. А звезда думает, что если с первого раза не получается, значит таланта у него в этом нет. Что же могло быть у человека в прошлых воплощениях или у его предков, как он заработал свой кармический хвост? Во-первых, могло случиться так, что человек действительно родился талантливым, и он родился действительно способным. Он начал заниматься каким-то делом, и у него все прекрасно получалось. Да, это прям вот семнашка в плюсе. Но случилось так, что он слишком поверил в себя, у него слишком все получалось. Он мог на этом таланте заработать какое-то богатство, какую-то известность, признательность, и возгордиться этим. Соответственно, он просто остановился в своем развитии. Он просто остановился. Он заработал, он продолжает зарабатывать. Ну вот он, да знаете, как вот врач отучился, сел в один кабинет, и все, и вот всю жизнь сидит. Никаких новых там способов, методик, лекарств не изучает. Ну вот когда-то вот он заработал свою известность, что да, он молодец. Ну все, к нему так по сарафанному радио и ходит. А что там, как там, что-то новое? Следующий момент могло быть такое, что по шестерке, по минусу шестерки человек мог недополучить любовь. Его могли обижать по этой же шестерке. Могло случиться так, что по пятерке он кого-то критиковал, да, за это. И, соответственно, он за счет них, за счет своих критик, за счет своих осуждений, обсуждений других людей возгордился. Он самоутверждался, он подумал, что он выше других. Гордыня. Следующий момент, это когда человек мог родиться с красивой внешностью, с красивым голосом, не знаю. Мог что-то очень до конца глубоко изучить. И, соответственно, там за его, грубо говоря, красивые глазки где-то пропускали, где-то что-то позволяли. И что? Звездочка-логу сгорел. 100, семнашка в минусе. Далее, что по семнашке, что по пятерке, что по шестерке человека могли отвергать по минусу. Соответственно, опять же, в человеке возник комплекс неполноценности, и он начал сомневаться в себе. То есть здесь включилась семнашка по минусу не как гордыня, а как серая мышь. Как будто бы вот он просто выключился, этот талант, это жажда жизни, это свечение. И поэтому вот так вот и случилось. И последнее по нашей теории, это то, что гордыню могли взрастить в человеке родители. Гордыню могли взрастить в человеке родители. Они не научили его делать выбор. Они делали всегда выбор за него. То есть не спрашивали никуда, что ты хочешь надеть, а вот куда ты хочешь пойти, а что ты хочешь поесть на завтрак. Вот самые элементарные, самые элементарные вопросы в детстве зарождают неуверенность в человеке. Что может быть у такого человека в этом воплощении, у носителя такого кармического хвоста? Мне просто очень нравятся эти карты, они прямо вот говорящие. Во-первых, человек может просто отказаться от своей реализации. Он может хотеть всего и сразу, и у него не будет желания вообще прилагать каких-либо усилий в своем развитии. Да только проблема в том, что у таких людей не бывает ничего с первого раза. Не бывает волшебной палочки, что вот там выполнил какую-то работу на конкурс, и он сразу занял первое место. Он не может решать уравнение с первого раза по математике в школе. Выложил видео, и оно не набрало там 100 тысяч просмотров в первый раз. Это только кропотливая работа. Набор опыта, набор знаний, все по крупицам, все по чуть-чуть, и все очень-очень медленно. Так как такой человек хочет все и сразу, очень часто они идут к своей цели любыми путями. Они могут идти по головам. Они могут отказаться от всего чего угодно. От близких, от семьи, от друзей. Такой еще человек может сам себя уничтожать. Он может сам себя критиковать. Ему будет казаться, что вот он недостоин. Что вот он не умеет. Что вот он не может. И соответственно талантов нет. Добиться он ничего не может. И это начинается самокритика, самоедство и саморазрушение. Такие люди очень редко, даже скорее всего не редко, а вообще в целом. Давайте в совокупности. Такие люди могут не развиваться духовно. Они могут вообще все духовное отрицать. Ну вот не хочется. Вот все вот материально, все приземленно. И вот все вот так вот. Такие люди очень часто стесняются себя, своей внешности, своего голоса, своих действий, своих работ. То есть там стихи написал. Семнашка это обычно в творчестве в каком-то я заметила проявление. Стихи написал, не покажет. Написал какую-то работу красками, не покажет. Что-то сочинил, нет. Что-то вот, какие-то фотографии, какие-то работы. Это вот бисероплетение, я не знаю, вязание, крючком, вышивание. Нет. Ну это я на мелких, конечно. Что-то крупнее. Даже презентации в школе, в университете. Ему всегда будет казаться, что у него хуже всех почему-то. Надо просто с этим очень сильно и очень внимательно работать и желательно с детства. Еще у таких людей в детстве бывает какое-то, обязательно какие-то выступления на сцене. Он будет очень бояться. Ребенок с семнашкой в хвосте. И вот возможно какой-то будет у него позор. Ну что-то ноту забыл там в выступлении. Забыл слова при пении. Забыл слово в речи. С чем еще на сцене выступают. Все что угодно может случиться. Потом его могут начать высмеивать. Здесь, конечно, такому ребенку просто необходима человеческая родительская поддержка. Если есть друзья, если есть там какой-то еще круг общения, очень круто, что они могут его поддержать. Не обязательно это может произойти в детстве. Это может произойти и в университете. Соответственно, мы там выступали где-то на конференциях. Еще что-то вопрос там задали, а ты просто стоишь и забыл. Не можешь ответить. Или там могут вообще специально начать издеваться. Вот вы вот так вот говорите, а вот не так. Вот так вот не может быть этого вообще. У меня такой случай был. Один раз весь зал начал вступаться. Типа того, что с жюри были споры. Далее. Бывает, что такой человек слишком превозносит свои заслуги. То есть ему кажется, что вот даже что-то он незначительное делает. И ему вот надо вот, чтобы его похвалили. Вот обязательно надо, чтобы ему сказали, блин, да какой ты молодец. Да вот у меня вот так вот не получается. А как так вот вообще вот как вот как? Соответственно, это, конечно, крайности одного, не знаю, одной стороны. Да, и у каждого человека они проявляются совершенно по-разному. То, что я назвала, они, конечно, эти пункты все вместе практически никогда не могут быть. Потому что минусы семнашки, да вообще минусы этого хвоста, они очень многогранны. И когда человек там один себя будет очень сильно превозносить, второй будет наоборот думать, что он серая мышь, и у него ничего не получается. А на самом деле это проявление все вот одной проблемы. И работать с ней примерно надо одинаково. А вот как с ней работать, если вам интересно, пишите в комментарии. И на это я могу записать вам отдельное видео с рекомендациями. Кстати, не забудь подписаться, потому что я пока еще новичок в этом деле. Но я обещаю, что раз я начала, то буду продолжать. И информации будет много. Информация будет с кучи курсов от первоисточников до самых современных последователей на данный момент. Все, всем спасибо.